здравствуйте мои дорогие друзья садоводы и огородники я маша васильева и вы на моем канале сад огород и зимняя теплица это видео будет полезно для тех кто хочет вырастить хризантеллы в своем саду однолетние растения с шикарными тугими цветами просто великолепные для срезки хризантелла равно астра поэтому и выращивается она в точности также как астра астры можно вырастить и рассадным методом и посадить в открытый грунт в мае месяце сегодня я покажу вам именно рассадный метод и во время видео я возможно буду говорить слово астра поэтому не обращайте пожалуйста внимание они выращиваются совершенно одинаково и сею одинаково и пикирую и высаживаю высаживаю их в грунт тогда когда минует угроза заморозков этот цветок боится морозов и в луночку точнее вместо где я их сажаю добавляю золы и подрыхляю это в природном земледелии если у вас земледелие традиционное то конечно же нужно добавить компост а если вы применяете минеральные удобрения то добавить минеральные удобрения какие то например а буйская значит ому универсальное неплохое удобрение и так я подрыхляю почву в природном земледелии и делаю такие луночки значит путем перевалочки я высаживаю эти растения они у меня приживаются буквально три-четыре дня как только я увижу что сердцевина зазеленела и пошла в рост это значит что растение схватилась из-за землю и я его конечно же мульчирую мульчирую скошенной травой слой приблизительно 7 10 сантиметров как ватное одеяльце и на этом мой уход заканчивается в природном земледелии дальше остается только любоваться этими прекрасными цветами фирма гавриш хризантелла лимонный восторг а золотой восторг немножко не соответствует картинке лимонный больше белый а золотой больше такой яблоневый цвет такой нежно-розовый но очень красивый и тот и другой получился стоит дорого 5 семечек внутри пакетика но что делать с любопытством неизвестно правда поэтому вот так посадила понравивая насыпаю в контейнер землю приблизительно 3 сантиметров обрабатываю раствором фитоспорина фитоспорин это биофунгицид он обеззараживает нашу почву при помощи вот такого вот маркера я надавливаю на земельку и делаю вот такие вот бороздачки для того чтобы это были ориентиры для посева я раскладываю семинари аккуратненько через сантиметрик для того чтобы взошли они вот так же дружненько как солдатики это для удобства пикировки и они очень маленькие и они будут засыпаны буквально наверное пол сантиметра земли на них будет насыпано земля у меня покупная просеянная она значит не уже не имеет никаких ни комочков ничего и я слегка слегка присыпаю их землей эту землю я немножечко равняю по всей поверхности чуть 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 вот так вот прихлопываю совсем капельку никаких усилий я для этого не делаю и вновь сверху я обрабатываю землю и семена раствором фитоспорина я ставлю флажок что я посадила и когда я посадила этот флажок помогает мне ориентироваться вообще всход это появится или нет потому что когда у тебя целый рассадник то ты забудешь на следующее утро что у тебя здесь сидит и теперь я закрываю крышечкой от этого контейнера и это служит вот таким вот парничком и отправляю это все в рассадник то есть в тепленькое место на прорастание и внимательно слежу за всходами как только появится первая петелька как только я увижу ее а я ежедневно проверяю все всходы я снимаю крышечку контейнера потому что она даст тень и вылетит и вытянется потому что там будет астрочки подросли и их нужно распикировать я буду пикировать их стаканчики 100 миллилитров внизу отрезано дренажное отверстие значит и вот такой жесткий бортик я снимаю вот ножницами отрезают для того чтобы в ящик вошло много много штучек и вот так смотрите я делаю я беру и половиночку насыпаю вот так вот насыпаю половинку в стаканчик теперь я беру вот такой вот ложечкой можно лопаточкой там чем вам угодно подцеплять и мы вынимаем острочки вот таким вот образом я подцепляю с корневой системой предварительно поливаем перед тем как пикировать острочки значит я вот сюда вот ее укладываю а другую часть половиночку заполняю землей и вот таким вот образом распикированы моя острочка я теперь ее растворчиком фитоспорина поливаю для того чтобы обеззаразить почву чтобы уберечь наши растения от всяческих неприятностей связаны с грибами гнилями патогенами а также я мульчирую ее вермикулитом вещество вулканическое происхождение которое не не дает пересыхать земле в стаканчиках и оберегает от появления всяческих налетов на рада до хризантеллы у нас вот такая красотка я сейчас поставила ее так как она и будет здесь сидеть уже на местах с одной стороны кажется вроде бы тесто но в природном земледелии всем всего хватает потому что земля плодородная и напитает всех кто сидит в ней и так сейчас я прорыхленную землю с золой буду высаживать хризантеллы не заглубляя шейки а именно так как они и сидят в стаканчиках путем перевалочки никаких раздираний корней я не делаю а лишь только слегка обминаю стаканчик и обмятый стаканчик легко отдает все содержимое и перевалочкой буду присаживать растения когда они возьмутся за землю как следует я увижу такие вот макушки зеленые то я их просто-напросто замульчирую также как мульчирую все в природном земледелии и мой уход на этом заканчивается дальше я буду просто любоваться цветением хризантеллы так начинают распускаться хризантеллы шикарные это они в августе ну вот наверное это такое можно сказать торжество цветения хризантелл они очень красивые шикарные тугие такие просто невероятно цвет такой приятный конечно же они очень похожи на хризантеллы на хризантеллы но выращиваются как астры в однолетней культуре прекрасные и удивительные понравились мне очень очень если они это не успеет они пишут